Уважаемые коллеги, сегодня на конференции. Меня зовут Дмитрий Ярославцев и я хотел бы представить вам доклад о биоразлагаемых полимерах на примере птипсидоподобного полимера, модифицированного эль-аргинином. Сразу хочу оговориться, что эта работа абсолютно химическая, но я постарался избежать специальных терминов и расскажу об этом доступным языком, скажем так. Итак, сначала пару слов вообще об интересе к биоразлагаемым полимерам. Если на сайте PubMed мы введем точное словосочетание биоразлагаемых полимеров, то есть By the Gradible Polymers, мы увидим следующую статистику, что количество публикаций возросло от единиц до нескольких сотен за 40 лет, получается, примерно. То есть интерес однозначно возрастает. И нужно сказать, что это касается точного словосочетания биоразлагаемых полимеров. То есть в реальности таких статей гораздо больше. В медицинском аспекте применимость биоразлагаемых полимеров, она понятна. Это различный шовный материал, какие-то покрытия, временные стенды и в общем все то, что применим не совсем научный термин, должно быстро рассасываться со временем. Наша задача была немножко другой. Нам нужно было создать некую структуру, которая могла бы служить переносчиком субстрата синтаз оксида азота. Оксид азота это молекула с широким спектром функций, в том числе она участвует в регуляции тонуса сосудов. То есть таким образом в конечном итоге мы имели бы некоторую молекулу, обладающую свойством вазоактивности. При этом хотелось бы, конечно, скажем так, не затратить на это излишних средств. Для этого мы использовали, собственно, наши знания в области пептидного синтеза и выбрали следующую структуру. Основная цепь такого полимера состоит из молекул цистеин, связанных с одной стороны десульфидной связью, а с другой стороны связанной диаминовым линкером. Значит, при таком подходе аминогруппы остаются свободными и мы можем к ним пришивать, собственно, что нам нужно. Какие-то аминогислоты. Нас интересует именно л-аргинин, поэтому мы пришивали именно его. Какие свойства мы хотели заложить и какие из них проявились и какие хотелось бы, чтобы проявились в данной структуре. Во-первых, это умеренный молекулярный вес. То есть основная масса молекул имеет вес менее 5 кг. Второе, это чувствительность к окислительно-восстановительному потенциалу среды. Я чуть позже об этом скажу. Значит, хотелось бы избежать безусловной токсичности такой молекулы. То есть использовать только и привычные аминокислоты и диамин. При этом, пришивая аргинин, данный полимер, мы получаем молекулу со свойствами проникающих пептидов. Проникающие пептиды – это соединения, которые способны проникать через мембрану клеток, не разрушая последние. То есть такие соединения обычно используются, ну в большинстве случаев используются для доставки генетического материала. Но при этом не исключено, значит, присоединение каких-то других грузов. То есть модифицируемость остается этим свойством, свойством этого материала. Значит, хотелось бы немножко подробнее остановиться на, на чем основана биоразлагаемость этого полимера. Первое – это присутствие десульфидной связи. Она дает нам два преимущества. Во-первых, это возможность безопасного хранения, то есть в окислительных условиях молекула стабильна. То есть проблем с хранением не возникает. И более важное свойство заключается в том, что внутриклеточная среда, она восстановительна. То есть такой полимер, попадая внутрь клетки, он деградирует до исходных, собственно, соединений, аминокисло. В данном случае десульфидная связь не требует ферментативного, никакого фермента не требуется для того, чтобы распалась эта связь. Ну и в дальнейшем вступают в дело, собственно, ферменты. То есть аминные связи, они доступны для ферментативного распада. То есть в чем изящество такого подхода? Элергенин – это субстрат для эносинтаз. То есть мы его хотим доставить в клетку. С другой стороны, элергенин придает свойство проникающего пептида. То есть субстрат за счет самого себя обеспечивает проникновение в клетку. То есть мне это всегда напоминает случай с Вороном Мюнхайзеном, который достал сам себя из болота за волосы. При этом он достал себя вместе с конем. И в нашем случае ничто не мешает модифицировать, то есть присоединить к полимеру какую-то еще метку, например, чтобы исследовать его, в общем, механизм его проникновения. Предварительные тесты показали, что действительно имеет место дозозависимое увеличение продукции оксида азота. Ну, естественно, данная молекула требует более тщательного изучения. Во-первых, улучшения самой процедуры синтеза. А во-вторых, изучение его свойств, собственно, на живых системах. В качестве итога была предложена структура биоразлагаемого полимера, который может быть модифицирован аминокислотами, в частности аргинином, и выступать в таком виде, как проникающий пептид. А может сам по себе выступать, как вазоактивная субстанция, без какого-либо дополнительного груза. Собственно, в качестве итога можно было бы сказать об этом. Спасибо. Аплодисменты. 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 А давайте вопросы. Можете? Конечно. Область перкла. Начнем с конца. Если Вы предлагаете считать, что он может быть как препарат для оксида азота, то у нас есть нитрон. То, что там и прочее, то и то же дают, конечно, в итоге, наше нитроглицерин. Какое еще раз? Нитрон. А, нитроглицерин. Да. Ну, я по старочкам, может, сейчас вы не прописали, но это с азота препаратов. А второе, главное, потому что, как же, в смысле, нет, что-то, что есть, разговаривать. Если Вы хотите, как покрытие для стенда, кардиология, где его стенда, полость сосуда, Вы не знаете, если расширение, зачем как-то стенд. Вы расходите на какой длительный, в каком периоде выхода его будет оксида азота. Не возникли там, что ромб, и прочее, прочее. Здесь речь сразу говорит о том, что они по-моему, или для человека. То есть, в области, на самом деле, куда Вы хотите его применить вообще? Хорошо, спасибо за вопрос. Начну сначала. Во-первых, органические нитраты. То есть, известны не только, собственно, нитроглицерин, но и некоторые другие. У них есть свои недостатки. Во-первых, это возникающая толерантность. Во-вторых, это опасность, насколько мне известно, системного снижения кровяного давления. То есть, мы, вводя, то есть, съедая нитроглицерин, независимо от, там, то есть, он работает не через ферментативную систему, а выделяет оксид азота своим способом. То есть, грубо говоря, принудительно. То есть, мы никак не можем это управлять. А вводя субстрат, мы рассчитываем на то, что фермент работает, когда ему нужно. Если ему нужен субстрат, он его перерабатывает. Если нет, он пополняется пол. Насчет применимости, ну, это вопрос еще стоит, на самом деле. Это стадия разработки, а конкретной применимости, пока мы не знаем даже никаких данных о токсичности препарата, говорить пока рановато. Может, это применимость, может быть, только в каких-то топических, например, гелей, там, или чего-то такого. Еще вопросы? Спасибо. Спасибо. Спасибо.